привет друзья с вами снова я это заключительный урок вы большие молодцы что досмотрели до шестого урока я максимально стараюсь делать уроки быстрее ускоряю какие-то моменты которые можно ускорить ну и теперь давайте доделаем нашу работу я доделаю 11 12 экран и искренне верю то что вы нарисуете еще другие экраны на основе этого этих уроков придумаете какой-то свое приложение может быть найдете какое-то банковское приложение которое требует редизайна очень часто если вы живете в каком-то регионе я думаю даже в москве и в питере есть такие банки которые у них все плохо с дизайном мобильного приложения и можно спокойно перерисовать его какие-то небольшие приложения это отличный инфоповод для того чтобы сделать какой-то кейс сделать редизайн какого-то приложения и выложить его и собственная монетка вашу копилку портфолио будет такая давайте начнем здесь уберем edit здесь мы ничего редактировать не будем напишем pay bill так сделаем теперь нет нам нужно будет сделать область камеры как таковую как вы видите мы уже сделали вот здесь fix scroll и мы не можем перекрыть вот эти элементы здесь у нас получается такая наша карточка опустим ее на 110 это будет как бы наша камера ее можно сделать даже темнее вот в таком варианте сделаем потом мы возьмем прямоугольник напишем 230 230 поставим по центру и теперь давайте сделаем следующее мы добавим строк возьмем наш фирменный зажатым альтом его увеличу на размер строк уберу заливку и теперь мне нужно сделать следующее я outline строк нажимаю тем самым у меня обводка превращается в обычную заливку теперь беру новый прямоугольник центрую его относительно этого все и растягиваю вот так делаю копию и поворачиваю на 90 градусов все это дело обвожу даже давайте вот так вот сделаем это мы объединим и исключим из вот этого теперь можно скруглить здесь углы получится вот такая область в котором мы должны поместить qr-код отлично работаем дальше здесь нам этот элемент не нужен потому что мы и так находимся в месте где нам нужно уплатить здесь у нас какие-то карточки остались так с 3 балл все отлично можно опустить до самого низа теперь нам нужно сделать возьмем наш фон вот этот ставим его сюда и опустим на 600 скан будет здесь можем его поднять и пользоваться им не будем ничего выдвигать не будем оттуда все отлично и сдублируем его чуть ниже пускай будет 730 теперь нам нужно сделать следующее поменять здесь цвет написать 8 е 8 е 9 3 3 отлично и здесь нам нужно тоже нужен серенький цвет давайте возьмем вот этот он хорош подходит для наших целей теперь нам нужно сделать табы мы сделаем следующим образом поднимем это все дело повыше вот так вот здесь сделаем прямоугольник скруглим ставим белый цвет добавим эффекта тень добавим и здесь напишем код можно написать 0 и кейборд возьмем давайте одиннадцатый цель болт сделаем это вот так все хорошенечко с дублируем 1 2 3 4 все 4 влазит единственное я бы сделаю их пошире в таком случае раз влазит но так можно сделать все теперь здесь пишем все здесь пишем галерей здесь пишем qr-код все супер вот наши кнопочки будут здесь сейчас у нас будет выделена так кнопка режим в которой включен эта камера скан qr-кода можно выделить красным можно это приподнять даже дело или опустить пониже давайте вот это все опустим пониже сделаем теперь нам нужно сделать вот этот цвет чуть чуть темнее чтобы у нас белой белой кнопочки выделялись так сделаем и нам нужно взять вот это и вот это копируем почему-то не из первого раза все это дело срабатывают не понимаю почему вставляем сюда можно выровнять вот так и нам нужно взять наши карточки первое пойдет альфа альфа-банк мы ее уменьшаем маленькой маленькой и вторая у нас пойдет тинькофф сверху мы делаем чуть-чуть побольше единственное мы здесь поднимаем теперь текст наверх чтобы нам было видно что это за карточка у нас сейчас активированы готово вот наш кошелек он нам подсказывает о том что нам здесь нужно сделать светлую в кошельке он нам говорит какая карточка сейчас активно и на самом деле функционал этот не так нужен поэтому можно опустить даже вот настолько здесь все это занимает камеру с нашим датчиком точнее областью для скана есть кнопки для переключения в режимах можно нарисовать иконки но мне показалось проще написать текстом ну что непонятно будет и на все и так далее теперь это все дело как обычно переименовываем прибил дублируем здесь нам нужно будет удалить вот эту часть сделать кнопочку и сделать подпись мы берем наш вот этот объект поднимаем его нам единственный home индикатор не нужно трогать поднимаем и идем туда где у нас были клавиатура с цифрами и вставляем нашу клавиатуру все клавиатура встала теперь мы можем сделать следующее здесь можно даже приподнять все это дело сделать вот так и упустить чтобы было понятно что там за карточка теперь нам нужно здесь сделать черпу провести аккуратную поставить по центру можно даже сделать ее давайте 140 я думаю будет достаточно и теперь нам здесь нужно написать коротенький текст под этой чертой пишем enter bill number все отлично центром все это дело наши экраны закончены здесь нам нужно просто ввести код на клавиатуре который нам продиктует кассир в заведении где мы решили оплатить мобикэш собственно все у нас готово теперь давайте перейдем к прототипированию начнем с того что за так запрототипируем наш вот этот бар это это тип пойдем нашу кнопку в кнопке action у нас отправимся мы столько фреймов у нас получается пейбилл он нас отправит теперь все они будут отправляться вот сюда отлично и давайте сделаем следующее надо было конечно бэк тоже здесь везде сразу сделать home у нас будет происходить следующее мы подождем несколько секунд пускай будет 3 300 миллисекунд на 3 секунды потом это нас поведет сюда skip то поведет нас вот сюда дальше давайте здесь пока down back сюда дом сюда sign up сюда cancel сюда здесь у нас автоматом все подождем авто давай тоже пускай 2 секунды сюда сюда потом у нас переход вот сюда идет через 2 секунды sign up мы идем вот сюда wallet вся строчка наша переводит нас вот сюда это нас переводит вот сюда и здесь у нас еще осталось history поэтому мы выделяем этот элемент и говорим что нам нужно пойти в history history где у нас history вот у нас history отлично все сработало так сделаем теперь у нас history ведет сюда здесь нам нужно back back в прототипе ввести назад здесь back ввести тоже сюда так так все супер так ну собственно мы все сделали все сделали да все работает теперь нам осталось показать что здесь у нас scroll мы ставим мы ставим следующее мы здесь ставим горизонтал скрол здесь у нас в табличке мы это все тоже помещаем фрейм делаем его вот так указываем что у нас здесь вертикальный скрол здесь мы можем вот это все дело зафиксировать так так фикс давайте дойдем до статус пара это тоже у нас зафиксено это у нас тоже зафиксено статус бар мы его делаем фикс здесь мы сделаем следующее мы можем по идее опустить ниже но сам фрейм сделать больше оставить здесь допустим чтобы это выглядело вот так ну и тут можно будет скроллить в таком случае можем сделать тоже горизонтальный скрол в виде следующих действий мы поместим наше содержимое в фрейм проверим что у нас здесь влезли ненужные нам вещи нам это нужно фиксит отправить здесь у нас табличка все колонки тиньков альфа пускай тоже будет и ну и собственно все теперь мы нажимаем прототип выбираем девайс iphone 10 он у нас немножко грузит вот наш экран он загрузился sign up down sign up здесь он автоматически сюда перешел sign up здесь пойдем wallet здесь у нас почему то а потому что я не указал горизонтальный скрол все логично теперь выделяем это все дело вертикально точнее скрол вот работает единственное у нас почему то бэкграунд не зашел все супер все вращается здесь можно еще тень сделать чтобы плавно карточка уходила под наш табар дальше мы идем бэк куда мы еще можем в историю зайти но здесь у нас ничего нет пойти например вот сюда здесь у нас она здесь горизонтальный скролл нужно строить вместе с табами с этими но как вы поняли принцип работает все здесь у нас кейбард нам нужно указать берем все эти табы где у нас фрейм поднимаем его чуть выше табы опускаем фрейм все теперь с табами будет все это дело вращаться дальше нам нужно в кейбард перейти вот сюда все отлично бэк здесь там фон нужно включить и все будет работать ну что друзья на этом все что я хотел вам рассказать давайте поставим дизайн и здесь сделаем так все работает на этом все мы сделали прототип он кликабельный можно смотреть сделать скролл некую анимацию как все работает надеюсь повторюсь что вы поняли как делать дизайн систему потому что именно на это был упор в этом мини курсе я показал вам фишки как делать элементы компоненты как их комбинировать как собирать таблицы как ускорить процесс создания страничек как вы увидели что я уже спокойно могу копировать дублировать и так далее то есть вот эти элементы повторяющиеся сделали одну строчку раскопировали и потом можем легко и редактировать надеюсь что вы сделаете из этого кейс достойный возможно вы повторите мою работу и выложите в кейс возможно вы сделаете свою какую-то работу и выложите присылайте свои наработки вопросы в комментариях надеюсь вам понравилось пока я надеюсь тебе понравился этот урок это видео если ты хочешь продолжить свое обучение лично со мной то я предлагаю тебя перейти на сайт наука интерфейсов который находится по ссылке ниже под видео и посмотреть о том что мы здесь рассказываем два месяца мы будем работать очень плотным графиком будем работать тесно ты можешь мне писать мы будем созваниваться если будут какие-то трудности по проекту будем делать два крупных кейса где будет мобильное приложение и сайт с адаптивом научимся делать верстку этого сайта даже мобильную версию в инструменте webflow у нас будет большая компания на сайте обучающих обучающей школы есть страничка с материалами где есть шрифты и так далее у нас очень удобный график есть очень много практики есть постоянный контроль проверять работу буду лично я и работать с тобой буду лично я вот ну и самое главное мы делаем актуальные интересные работы ознакомиться с программой ты можешь здесь на сайте посмотреть пример уроков ну я думаю но с примерами уроков ты уже знаком собственно вот он я и вот последние работы недавно наша студентка получила награду на беханс выложив свою работу и уже спустя месяц окупила весь этот курс поэтому если тебе интересно переходи по ссылке увидимся пока